Добрый день уважаемые зрители! Сейчас мы продолжаем встречу и разговор с Львом Давыдовичем Шпринцем. Но так уж получилось, что два пауэрлифтера еще Союза Советских Социалистических Республик встретились у нас в Брянске и по такому интересному поводу Лев Давыдович стал призером Кубка России по автомодельному спорту, который у нас в Брянске проходил Я, честно говоря, к своему стыду первый раз увидел вот такие соревнования Мы об этом еще, во-первых, я выпущу отдельный рассказ, мы его уже записали А сейчас вот уже давно, я не затрудняюсь сказать, сколько лет мы знакомы Еще, наверное, с каких-то таких времен Я хочу для нынешнего, наверное, поколения, может быть, вспомнить о том, как оно все начиналось в СССР И вот как все было на самом деле То есть из истории пауэрлифтинга То есть Лев Давыдович это легенда, как бы он участник первой, по сути дела, сборной команды Советского Союза Он своими глазами воочию наблюдал и был участником всех вот этих первых встреч Когда приезжали там американцы к нам Ну, большинство людей, сейчас я знаю, спортсменов об этом только, может быть, слышали или читали И то не все, как бы, а вот живой свидетель и участник тех событий Ну и давайте вспомним Ну, я первый раз выступил на соревнованиях в Брянске Которые мы организовали сразу, практически после легендарного этого совещания По нетрадиционным видам спорта На которое ездил из Брянска Значит, мой тренер Вот, я сейчас мы про этот первый турнир в Брянске расскажем поподробнее Вот, но у нас первый турнир прошел 17 февраля 1987 года Именно настоящий по Троебуре У вас когда были первые соревнования? Первые соревнования мои были немножко позже В 1988 году, извините за оговор Это был чемпионат знаменитого ныне клуба МАИ Московского облицового института Ну, это где в Москве все начиналось Я помню этот зал ободранный И где всегда жим проводили И где сейчас этот зал имеет тем, что там тренируется Андрей Маланович Он там продолжает Ну, я вообще Андрея помню совместные тренировки Еще когда он был юниором в Мускулспорте Да, он тренировался Вообще, Мускулспорт вот тоже Такой знак у Игоря Завьялова У Игоря Завьялова Ну, мы сейчас перейдем так постепенно Да, но я Андрея Малановича помню немножко раньше Тогда, когда он еще делал свои первые шаги по парой лифтинге Ну, это, может быть, потом мы будем об этом с вами говорить А мои первые соревнования состоялись еще в 1988 году А в 1989 году я уже участвовал По-моему, это был Кубок СССР в Екатеринбурге Ну, что касается сборной Советского Союза То, наверное, ко мне это может относиться Только в качестве члена сборной Советского Союза Среди ветеранов Ну да, вы, в общем-то, по возрасту сравнительно поздно попали Я довольно поздно пришел в парой лифтинг И буквально там через 2-3 года, 4, наверное, после прихода в парой лифтинг Я перешел в категорию ветеранов И стал выступать уже и на международной арене На чемпионатах мира и Европы И вот если иметь это вид, эти иметь в виду выступления То тогда можно меня назвать членом сборной Советского Союза Ну, на всякий случай я еще скажу, что вы выступаете до сих пор Я вот видел сейчас видео соревнования То есть вы в строю, как и положено настоящему пауэрлифтеру Бывших пауэрлифтеров не бывает Ну давайте сейчас вернемся, опять же, все-таки вот в то время Значит, в самом конце 86-го года Я к этому моменту успел уже вернуться со службы в вооруженных силах Советской Армии И когда стал искать, в какой из брянских клубов пойти Самое такое было на тот момент отвязное место Где все собирались, поклонники нетрадиционных Тогда, ну сейчас кто-нибудь там сострит обязательно Ориентацию, так вот тогда, в общем-то, ориентация была наиболее правильной у тех, кто занимался всеми подпольными и подвальными делами Я тогда пришел в спортклуб сочезавода Михаил Руденко, был мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Руководил этой секцией И там собрались все пауэрлифтеры, каратисты Туда пришел мой тренер, первый по тяжелой атлетике Валера Дорофеев Ныне покойная, пусть земля ему будет пухом Один из известнейших тяжей Немножко, скажем, начала 80-х Тоже мастер спорта СССР А я хочу сказать, что в то время мастер спорта СССР Даже, ну у нас было и несколько международников Ну не говоря международник, это был такой уровень поднебесный И нормативы были тогда выше В принципе, любой наш международник, он мог на любые соревнования выйти И в общем-то разнести всех в пух и прах Вот, но это мы отвлеклись И вот Михаил Руденко поехал туда Как один из участников вот этого легендарного совещания В конце, если я правильно помню, 86-го года И буквально как он вернулся, он сказал Ну что, будем проводить соревнования А мы уже тогда занимались пауэрлифтингом Я еще до армии, ГДРовские журналы мне отец выписывал Был, ну вы подтвердите, швейр-атлет такой журнальщик И там одна из немногих возможностей была читать про буржуазные виды спорта И мы, конечно, сразу ухватились за эту идею И провели, ну вот, как я утверждаю У меня был очень серьезный спор на эту тему С господином Шейко И я продолжаю утверждать, что это первые документально подтвержденные соревнования на территории России У нас были именно вот это вот 17 февраля 87-го года Другого в принципе не могло быть Потому что это сразу после вот этого совещания и принятия решения о том, что этот вид спорта будет заниматься И тогда очень серьезно, когда мы делали, мы подошли То есть несколько клубов тяжелой атлетики в основном Стальзавод, Автозавод, Брянский Собрали свои команды Подготовили заявки То есть сделали процедуру взвешивания Сделали судейское совещание Единственное, что мы туда не пришло никаких методических указаний То есть с чего начинать У нас мы посовещались И до сих пор, может быть, это своя логика в этом есть Первый поставили тягу Второй жим И третье приседание Вы кушайте Да, но это очень, Николай, очень похоже на правду Потому что я лично в своей истории паролитинга Отсчитываю начало паролитинга в Советском Союзе В 88-м году Потому что, если мне память не изменяет В 88-м году состоялся первый чемпионат СССР Ну и вообще И ничего раньше этого срока Если не иметь в виду вот эти... Зарубы в залах просто Зарубы в залах это одно И вот выезды на наших спортсменов В Прибалтику Где проводились эти соревнования В Эстонии В Риге Потому что действительно Я во всяком случае Предъявил Дипломы этих соревнований Потому что я был участником И призером Вот Соответственно фотографии сохранились Сохранились Участники этих соревнований Ну живые свидетели То есть вот Они оставили такой весьма Как бы Зримый след Даже до сих пор А Борис Иванович Мне тогда спорил со мной все-таки Он прислал мне протокол Набранный в Ворде О том что вроде как бы там В 83-м Или там Что-то такое было Но я не стал с ним спорить Я Отношусь к нему с уважением Как К историку И как к статистику Пауэрлифтинга Но я не считаю его Ни пауэрлифтером Ни тренером Вот Пусть меня простят Потому что он никогда сам Этого не делал Может быть это конечно И перегиб с моей стороны Но вот я так То есть я как Достаточно категорично К этому отношусь Вот выходил ты на помост Или хотя бы там Мотал бинты спортсменам Значит ты можешь о чем-то Рассуждать Вот И все-таки наверное Я буду стоять на том Что первые соревнования Прошли вот именно у нас И вот прошли очень серьезно Я об этом рассказывал Еще расскажу Вот А что в Москве было В это время В Москве был Ну в Москве Была качалка Знаменитая Где откуда вышел Кузнецов Валерий Михайлович Откуда вышел Георгий Сейчас по памяти меня Масалев Масалев Откуда вышел Откуда в принципе Вышел Всем известный Ананевский Да А кстати мы Получилось так Что В 95 году Меня избрали Президентом Федерации Пауэрлифтинг Брянска И Брянская область Вот А Сергея избрали Президента Московской Федерации И он В общем-то Ну На всех Тогда каких-то Московских Мы сюда ездили Тоже И выступали Ну И я Кстати Тогда Ну Практически Считал себя И членом Команды Московской Спорт Потому что Я там Постоянно Тренировался С ребятами И я им До сих пор Очень Благодарен Потому что Меня там Многому научили Действительно И там Ну Любое имя Это было имя Ну Серьезное Ну Это уже там 95 96 97 Год Вот И даже там Не так давно В фейсбуке Положили Опубликовали Фотографию Встречи Команды Мускул Спорта В Москве Ну Я все-таки В Брянске Я им все равно Написал Ребята А где я Они Сказали Мне ответили Что все равно Ты с нами Вот Поэтому Мускул Спорт Это конечно Тоже Как и мое Легендарное место Вот Ну И Потом Уже Буквально Там Год Два Прошло И уже Мемориалы Ананевского Стали проводить Вот И Именно К нему Как к человеку Который внес Огромный вклад В развитие Повар-лифтинга Всегда У спортсменов Было отношение Очень уважительное И в принципе Никто не задавал Вопросы А кто ты А чем ты занимаешься И так далее Ну Да Время Было Такое Что касается Москвы Самый Первый Период Очевидно Это Как раз 83-86 Год Развитие Развитие Ну так скажем Это Тогда не было Порой Это Даже Тогда Даже Не было Силовой Передыбой Это Атлетическая Гимнастика Нет Первоначально Комиссия Была По атлетической Гимнастике Потом Появилось Силовое Требуре Да Вот Этот Период Я честно говоря Пропустил И я Подсоединился К этому Процессу Как я уже говорил В 88-м Году Когда уже Был проведен Первый чемпионат Советского Союза Но Все равно Тогда Порой Лифтинг Находился И Тогдашний Силовой Требуре Находился В таком В самом Зачаточном Состоянии Не было Ни четко Говоренных Правил Не было Регламента Соревнований Не было Экипировки Об акюр Вообще Никто Не знал Я знаю Что На первых Состояниях Люди выступали В кедах В трусах И В майках Без Рукавов Вот Если были Бинты То это были Бинты Медицинские Купленные В аптеке Вот Но тем не менее Энтузиазм Был Очень большой Энтузиазм Был очень большой Потому что Новый вид спорта Где можно было Проявить себя Где можно было Проявить Главное Качество Русского Человека Скажем так Для забедняков Силу Да Вот И И Потом Это была Некая Фронта Потому что Была же Система В СССР Государственных Государственных Видов Спорта Государственной Поддержки Да По тем временам Это было Очень важно Потому что Другого Как-то Не представляют Да А тут была Возможность Выйти из этой Официальной Структуры Не выйти А не входя В эту официальную Структуру Заниматься Поднятием Тяжестей Соревноваться Себе Подобными Людьми Поэтому Это было Так Немножко Круто Как сейчас Говорят Нет Ну это Чуть раньше Подвальный Период Я сам В этих Залах С 80 Года Вы кушаете А я сейчас Маленький Экскурс В это же Время Расскажу Про то Что Было В Брянске Потому что Чуть дальше Когда вы Сказали 88 89 Мы стали Уже Слышать Что Появилась Такая Экипировка И Мы Параллельно Вот Брянску Нашему Залу Стальзаводе Где провели Потом Так же Один из Первых Фестивалей Восточных Единоборств То есть Когда А ведь Одновременно Каратэ Разрешили И так далее И тогда У Михаила Руденко Жена Наташа Руденко Стала Первой Чемпионкой СССР По ушу Среди Женщин То есть У нас В зале Было Стальзаводе Очень весело То есть Буквально Парила Тогда Наташа В Совершенно Врачительных Вот этих Вот Упражнениях Ушу Скажем Там Все Каратисты Местные Там Включая Александра Бутылева Там Дубасили Все Там Очень Жестко Вот Мы Там Железо Подымали Тут же Зал Зюдо В общем Было весело А вот Впервые Экипировку И Бинты Бинты Настоящие Все Пошли Пошли к Пескунову На тренировку И он Нам Показал Впервые Комбес Что-то Простенький Впервые Показал Настоящие Бинты Потому что Мы Или в Медицинских Бинтах Ну Лично Я Выступал В обычных Либо Там Наиболее Продвинутая Часть У нас Покупала Бандажи Какие-то Для беременных Отрезала Вот эти Вот Резинки Толстые Которые Были Ближе К Зарубежным Аналогам Несли В какие-то Мастерские Непонятные Их Прошивали Потому что Они были Тонкие Надо было Чтобы ширину Застинуть Надо было Два Сшить Вот Вот Прошивали И Мотали Себе На ноги Вот Ну Толку От этого Конечно Тогда Вообще Экипировка Давала Какие-то Там Счезанные Килограммы Плюс Человек Из этой Майки Вылезал Там Весь Порезанный Раздавленный В общем-то Ну Было И такое Время Вот Ну Оно Было Вообще Такое Неизвестное Скажем Вот А уже Такая Четкая Более Или Менее Структура Уже Потом К сожалению Распался Советский Союз Почила Федерация Пауэрлифтинга СССР И На место Ее Пришла Автоматическая Федерация Российской Федерации Во главе С Богачевым И в общем-то Я впервые С Богачевым Столкнулся В 95-м Году Когда Меня Собственно Говоря Прикласили Возглавить Выбрали Брянскую Федерацию У меня Очень странное Впечатление От общения С ним Создалось Потому что Ну Я тогда Во-первых Ну Считал себя Мягко говоря Не последним Человеком И в Брянске И вообще По жизни Со всеми Вытекающими И вдруг Какой-то Непонятный Тип Как-то так Позволил Со мной Несколько Высокомерно Поговорить Хотя В общем Я смотрел На него Вообще Во-вторых Ну Скажем Так Не отказывал Себе В употреблении Горячительных Напитков В общем Непонятно Чем Занимался Мне Настолько Это Показалось Диким Хотя Конечно Определенный Вклад Его Во все Это Дело Безусловно Есть Но Мне В общем Это Все Очень Сильно Не Понравилось Да Ну По поводу Экипировки По поводу Первого Так Скажем Дикого Периода Развития Пауэллифтинга Я тоже Могу Сказать Что Это Было Действительно Неконтролируемое Использование Экипировки Я помню Что Наверное В 88 89 Годах Некоторые Атлеты Выходили На Помост Замотанные Медицинскими Бинтами От Лодыжи До Паха Такое Было Потом Было Такое Что В жиме Лежа Спортсмены Выходили В женских Туфлях На каблуках Потому Что Ну да Надо пятку Поднимать Пятку Нужно Было Поднимать А Вот Способ Официальный Взять У жены Туфли На Шпильке За счет Этого Там 15-20 Килограмм Величкий Результат Вот А настоящую Экипировку Мы увидели Тогда Когда К нам Начали Приезжать Американские Спортсмены Это Первый Визит Точно В 88 Году Потом В 89 И последний Был В 90 Если Мне память Не изменяет Вот И Естественно Та Экипировка Которую Они с собой Привозили Все Оставалась В Советском Союзе Причем Нужно Сказать К чести Американских Атлетов Что Мы вообще Подарка Для Развивающихся Виды спорта В России Вот И тогда Эта Экипировка Начала Распустим Она Как Она Применялась Обычно Там Одна Попали Бинтов Выступали 3-4 Человека То есть Один Разматывался Другой Тут же Заматывался Рубашки Тоже Одевали Я Естественно Позволь Мо себе Маленькую Ремарку Это Был Уже В общем-то Наверное Завершающий Визит Американцев В СССР А уже потом Они стали Приезжать К нам Позже На альтернативные Соревнования Потому что С тем же Коином С тем же Туртиайном Я познакомился Уже позже Когда они стали На соревнования ВПЦ Приезжать К нам И когда был Первый Чемпионат Мира В 87-м Году В Тольятти Вот По ВПЦ В 97-м В 2007-м Это Уже Тема Альтернативы И Потом Они благополучно Стали К нам Ездить На соревнования И Альтернативных Федераций Сейчас Они Ездят Вот Ну И Обределенную роль В этом Сыграла Политика ИПФ Которая Предъявляла Все время Претензии К Коину Ну и К другим Знаменитостям Но это Тема отдельного Разговора Мы наверное Про альтернативу Поговорим Дальше Вот Ну сейчас Вот Про первый Период Вы хотите Еще что-то Сказать Про первый Период Можно сказать Что он Закончился Тем Что Экипировка Начала Распространяться В середине Уже В девяносто Пятом Году В девяносто Шестом Завьялов В девяносто В девяносто Сборная СССР Дебютировала На чемпионате Европы Вот И После этого Стала Езжать Регулярно И уже Появилась Возможность Просто У спортсменов Заказывать Попросить Чтобы они Сами Привозили Бинты И тогда С экипировкой Как бы Наладилось Дело Но Тут Если мы Коснулись Экипировки То нужно Сказать Что Экипировка Не только Положительную роль Сыграла По ролифтингу Она сыграла Роли И отрицательную По моему Мнению Потому что Сначала Это было Просто Безобидный Способ Защититься от травм Защититься от травм Увеличить результат Потом Это стало Это превратилось В некую Навязанную Реальность Потому что Жимовые майки Стали Новые модели Стали выходить Чаще И чаще И чуть ли не Каждые полгода Выходила Новая модель Майки Которую Нужно было А Получить Из-за Б Поражать Ее И С Найти Так называемого Человека Одевальщиком Майки И Эта экипировка Уже Стала Обузой Стала Гирей На ногах Уже тогда По Пауэрлифтинга И Надо сказать Без Личной скромности Что я был Один из тех Кто Первым Возвысил Голос В В Деле Отмены Экипировки Ну не то что отмена А во всяком случае Развитие Организации РАФ Так называемых Чемпионатов Натурального Дивизиона Это было По первости Воспринято Очень Негативно Я получил Много Очень таких Словесных И Ментальных Оплеух И от Руководства ФПР И От Отдельных Спортсменов Ну как Только Запретите Значит Мне Увеличить Результат Или Я должен Уменьшить Свои Показатели И все Прочее Но К счастью Введение Безкипровочного Дивизиона Произошло Раньше Чем я предполагал То есть Как-то Массовое Движение Получило Какую-то Парас 2009 года Пошло Но об этом Мы сейчас Коснемся Давайте Мы Первую часть На этом Закончим Хорошо И дальше Смотрите Продолжение На нашем Канале Если вам Понравился Наш разговор Ставьте лайки Если не Понравился Ставьте дизлайки И подписывайтесь На канал Спасибо